Приветствую вас на канале RedCat, сегодня я играю в MadCity, как и говорил, мы с вами посмотрим, что изменилось в игре, ну конечно не полностью, потому что это очень много времени займет. Сейчас я хочу посмотреть ограбление, посмотрим вместе с вами, насколько быстро сейчас будем грабить, насколько много вы получаете очков и так далее. Кстати, ребят, обращайте внимание, что вы можете получать очень много сезонных наград, также можно еще получать дневные награды, недельные награды и так далее, поэтому лучше всего все это собирать для того, чтобы быстрее прокачиваться в сезоне. Поэтому смотрите непосредственно, ребят, какие у вас задания и выполняйте их. И сейчас первое, что мне нужно сделать, это убежать из тюрьмы. Побег из тюрьмы занимает теперь довольно-таки много времени, где-то минуты две, наверное. Раньше это все было гораздо быстрее. Тюрьма стала больше, не знаю, зачем все это нужно, потому что вы много бегаете по тюрьме и, собственно, много тратите времени. Также, ребята, здесь есть еще работы, которые вы можете выполнять непосредственно в тюрьме. И оказывается, один из, собственно, челленджов, это 10 раз закончить работу. Смотрите, ребят, я это сделал и у меня сразу прокачалось 3 левела, поэтому тоже вам рекомендую заняться 10 работами в тюрьме. У меня была отмычка, поэтому я сейчас открываю все двери и выбегаю на улицу. Вот так вот, хорошо. И куда дальше, спрашивается? Ладно. Обежал, короче, я всю тюрьму и только убежал. Мне где-то это заняло, наверное, минуты две точно, я так думаю, если не больше. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Сейчас, ребят, давайте с вами посмотрим все-таки новые ограбления. Они полностью все переделали, как и карту, поэтому сейчас уже будем разбираться, как вообще грабить. Сегодня в этом ролике вы увидите три ограбления, потому что они заняли довольно-таки много времени, я думал, что будет поменьше. И все ограбления в один ролик я не смогу вам показать. А-ать! Ой, боже мой, я чуть не умер. Так, ну что, ладно, мы в пирамиду попали, я вон вижу что-то в конце непонятное, поэтому давайте туда сразу и отправимся. Справа в углу вы видите таймер, который я запустил. Мы посмотрим, за сколько я пройду это ограбление. Также мы посмотрим, сколько опыта я заработаю и денег. Итак, беру торч, факел. И чего? В руки я его не взял. Ну ладно, уходим. Что-то происходит с этим зданием, оно начинает его шатать. Землетрясение. Ну окей. Понятное дело, что, ребят, я прохожу в первый раз, это будет довольно-таки долго, но со временем все задания, конечно, вы будете проходить намного быстрее. Так, здесь появилась Стелла, ее не было. Ага, открылась другая дверь. Я понял. Короче, ребят, нужно заходить в каждую дверь и дотрагиваться до этих торчеров. Так, а что здесь? Ой! Ой, так, понял. Не останавливаясь, просто пропрыгнуть. Ну это легко. Так, беру второй торчер. Окей. Что дальше? Тизу. Он стрельнул, полетел снаряд и... Бэм! Выросла у нас вторая Стелла. Вторая колонна. Хорошо, давайте тогда управляемся. Я так понимаю, надо три таких колонны нам сделать. И с этой стороны тоже открылся проход. Ага. Сверху висят у нас, наверное, штыки какие-то, или еще какая-то гадость. Поэтому нужно не наступать на желтые кнопки. Я даже не заметил, что меня ударило, но снялась меня жизнь. Ай! А, стрелы! Слева и справа. Видите, такие дырочки есть. Да-да-да-да. Через эти дырки, если мы наступаем, в нас летит стрела. Ай! Ну все. Я уже выйду. Итак. Все, ребята. Три сделал. Бабах! Все взорвалось и открылся проход. Ну, скажем так, в прошлый раз, в прошлой версии, Мэтт Сити тоже занимала, скажем так, ограбление пирамиды довольно-таки много времени. Но мне кажется, в этот раз будет еще больше. Так, я немножко тут сократил, потому что я тут умирал, мне пришлось заново вернуться. Здесь можно два варианта, как пройти. Можно вот здесь прыгать, и можно справа, там такие стены отодвигаются. Я пошел сначала туда, но там дольше, поэтому, наверное, лучше паркурить. Так. Опа, еще один паркур. Ага. Окей. Ну, здесь один вариант, как его пройти только. Бегаем, прыгаем. Все, ребята, это мы тоже закончили. Погнали. Так, тут все падает, все валится. Смотрите, куда бежите. Аккуратно оббегаем все палки, чтобы нас не задело. Нужно успеть добежать. Мне кажется, это довольно-таки легко. Хотя... О, боже мой. Хотя я сделаю это в последний момент. Тоже не забудьте, что у вас С это приседать, З это лечь. Поэтому, может, вы таким образом еще успеете. Все, замечательно. Мы уже попали в хранилище, и теперь нам нужно собрать 20 килограмм веса. Я, ребят, не буду перематывать. Мы будем смотреть вот полностью, сколько с геймпассами. Кстати, да, обращайте ваше внимание, что я прохожу на VIP-сервере и с геймпассами. Кстати, ребята, ссылку на VIP-сервере я вам пока оставлю. Можете немножко поиграть. Если я вдруг его буду менять, ну, если мне нужно будет снимать продолжение и какие-то, собственно, видосики, то, возможно, я его буду закрывать. Тогда ищите новую ссылку. Она будет под тем же видео. Либо же, если выйдет новая серия по Мэтт-сити, то под последним видео про Мэтт-сити. Там будет всегда актуальная ссылка на мой бесплатный VIP-сервер. VIP-сервер в этой игре стоит, ребята, 500 робоксов. Это не дешевое удовольствие, поэтому пока я его покупаю вам на один месяц, там посмотрим. Если у вас будет дикий интерес к этой игре продолжаться, то, может, продлю. Если нет, то на этом и закончим. Ну что ж, ребята, все, я теперь лечу в телепорт. Опять с космоса куда-то я падаю. Почему с космоса? Почему я не могу где-нибудь, не знаю, снизу выйти из какой-то пещеры? Ну хорошо, ладно. О, моя машина. Давай сразу в нее сидим. Опять же таки, ребята, это время первого прохождения, поэтому, когда вы будете уже знать, что делать, как делать, в какой последовательности и пару раз пройдете все эти непосредственно ограбления, то таймер будет намного быстрее. Опять же таки, все зависит, на какой машине вы едете, сколько вы тратите время на дорогу. Может, вы будете на самолете каком-то сверхбыстром или вертолете, и оно займет у вас еще меньше времени, чем у меня. Но приблизительно я вижу, что это уже где-то 5 минут. Так, где-то здесь вот направенько, направенько. Можно, кстати, было, наверное, раньше, да, повернуть? Да, 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 да. Ладно, согласен. Чуть-чуть времени потерял я, да? Я еще не могу привыкнуть к карте, для меня все это новое. Ну что, ребята, 5 минут 23 секунды где-то нам понадобилось, чтобы пройти это приключение. 14 тысяч я заработал, 760. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Итак, ребята, теперь продолжаем. Следующее ограбление будет банк. Повторю, что я заработал в пирамиде 760 опыта и 14 тысяч долларов. Заняло это у меня 5 минут и где-то 20 секунд. Так, а что здесь? Ой. А, понял. Так, подождите, мне надо хакнуть в компьютер, сразу нажать пробел. Так, оп. То есть в красную нужно попасть, пробел нужно нажать именно, когда будет на красном наш курсор. Все, взломал. Теперь идем дальше. Здесь нужно подойти к лифту. Не к вот этой, к security, куда я пошел, а именно зайти в лифт. Кнопки нажимать не нужно, лифт сам вас привезет в нужное место. Так, find the key. Нужно найти ключ, разбивая все объекты вокруг. Вот, видите, такая рука. Кстати, если у вас есть оружие, вы можете с помощью оружия это делать. Только смотрите, что именно вам нужно разбивать. Вам нужно вот эти разбивать, вот это. Вот там, где рука нарисована, эти панели, они разбиваются. А, я нашел ключ, я уже вижу. Вот, то есть справа, слева от этой статуи тоже панельки разбиваются. И там нужно было найти ключ. Ключ найден. И теперь мне пишут, что для того, чтобы открыть стеклянную дверь, нужно найти в каждой комнате по переключателю. По рубильнику. То есть их должно быть четыре. Первый, второй и еще два с той стороны. Есть. И последний. Как-то я даже его там нажал под столом. Так, открылась дверь. Опа, закрылась. Вентиляция мне говорят идти. Через вентиляцию я должен отключить сигнализацию security, вот эту. Лучи красные, которые мне закрывают хранилище. И только после этого я смогу вернуться и зайти в хранилище. Ну, если я все правильно понял. Посмотрим, как будет на самом деле. Так, здесь тоже что-то взламываем. Ага. Погнали. Бенц. 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 Есть. Окей, идем дальше. Тут вроде некуда больше идти. Экзит. Давайте через экзит попробуем. Ну, возможно, как бы можно и вентиляцию, а может нет, я не знаю. Ага! Тут еще так едет, да? Ага! Меня сейчас убьет. Так, ладно, поднимаемся наверх. Поднимаемся наверх. Заходим. Так, немножко хилист. Так, тут есть у нас лифт. Спускаемся на лифте обратно, да? Это мы поднялись наверх, а тут откуда пришли. Через секьюрити комнатку мы вышли, я понял. Интересно, можно ли вернуться через вентиляцию сюда же или нет? Или она заблочена? Вот это интересно проверить. Если можно, то через вентиляцию это все быстрее проходится. Вы здесь можете, кстати, прилечь. На Z нажимаете или два раза C. Так, сколько у меня тут? Ай! Я ж не хочу умереть. Пардоните. Мне умирать не надо. Есть. Все, ребята, хранилище открытое. Теперь мы можем набить свою сумку деньгами. Вот они лежат. Давайте попробуем взять их. Да, получилось. 1 из 16. Ничего себе. Тоже 16 килограмм. Я могу поднять денег. Представляете, 16 килограмм денег. Сколько же это в долларах интересно будет? Сколько килограмм долларов это будет, если соточками? Так, смотрите, ребята, сразу не надо убегать. Оказывается, эти кучки сокращаются, и потом можно будет еще подобрать. Потому что я первую кучку взял немножко и убежал. Думаю, что это все. Они, видите, вот таким вот поэтапно берутся. Окей, хорошо. Давайте аккуратненько возьму, чтобы лазер не задеть. 12. 13. 14. 15. 16. Готово. Есть. Окей. Так, тут выход есть вообще интересно или нет? Есть. Может, этот покороче будет выход у нас? Надо все проверить. Так, а здесь лучи, они по-любому тебя, да, убивают? Это, понимаю. Тут не обойти их. Он достает со всех сторон. Ну ладно. У меня здоровье есть, поэтому можем пожертвовать. А, нет, слева вот, слева можно вот сюда вот до краешка добежать, тогда они не задевают. Разобрался. Все хорошо. И, ребята, смотрим на время. 5.12, 5.13. Еще немножко у меня времени есть. Так, я вот здесь вот. Около выхода. Быстрее в лифт. Погнали в лифт. Так, вставай уже, хватит ползать. Уже лазера нет, я все ползаю. 5 минут. Ну, это ограбление, ребята, уже подольше. То есть, если мы с пирамиду прошли за 5.25, то сейчас уже 5.40, и мне еще ехать надо на базу. Поэтому однозначно это ограбление будет похуже. Кстати, ребята, банкоматы можно грабить, там можно взять по 600 долларов. Ну, так, знаете, на всякий случай. Правда, за это опыт не дают, только деньги. Поэтому, если вы хотите опыт нафармить, можете еще и банкоматы вскрывать. Также здесь есть еще и мелкие всякие ограбления. Тут, кстати, была дверь. Давайте в нее и взойдем. В стиле кассы какие-то грабить. Так что, знаете, я об этом. Ну что, ребята, закончили. 6 минут 10 секунд, 740 опыта и 8000 денег. Кстати, смотрите, вот такую вот пасхалочку нашел. И сейчас мы, ребята, пойдем грабить казино. Да, ребята, будем грабить казино с вами. Ну что, что получается? У нас получается, что за банк мы получили 740 опыта, а за пирамиду 760. То есть, пирамида выгоднее по опыту. Также за банк мы получили всего лишь 8000, а за пирамиду 14000. Опять же-таки, пирамида круче. Ну и напоследок, время. Почти на одну минуту, ну там без малого, хорошо. Где-то на, ну если быть точным, то на 45 секунд мы быстрее грабим пирамиду. Итог. Соответственно, что лучше грабьте пирамиду, вот, а не банк. Ну это такое. Сейчас мы, ребята, еще проверим, что у нас тут с казино, насколько оно быстро грабится. Я уже вижу, что взламывает. Кстати, справа, ребята, у нас подсказки. Поэтому, если вы не знаете, что делать и знаете английский, то вам всегда подскажут, какой шаг следующий. Вот сейчас, видите, спуститесь в бэкру. Ну вот, бэкру. Давайте спустимся. Так, спускаемся по лестнице. И как только мы спустимся, здесь у нас будут ждать лазери. На красные кружочки наступать не нужно. Ага! Как я люблю делать. Так, здесь справа и слева у нас два компьютера. Причем, ребят, нужно очень быстро это делать. Потому что я сейчас, видите, смотрю. Иду, 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 не спеша. Вот тут пропустил, еще подошел. И опача! И он стал красным. То есть, вы должны довольно-таки быстро добежать до следующего компьютера. Желательно вообще, в принципе, проходить это вдвоем. Тогда точно у вас никаких проблем не будет. Но если вы один, то вот нужно вот так вот, как я, очень быстро передвигаться, чтобы вы успели на втором компьютере тоже нажать эту security. Точнее, отключить. Сейчас пропрыгиваем лазере. Так, куда-куда. Да, давайте тут, наверное, лечь можно. Вот так вот. Проползаем. Здесь, наверное, тоже проползаем. Отлично. Так, еще лазере. И тут, и слева, и справа. Ну, я думаю, что здесь зеркальная, наверное, комнатка была. Неаккуратно я, конечно, лег. Ну, ладно. Смотрим. Так, лучи не достают в крайнем правом, крайнем левом положении. Поэтому можно, опачки, вот так вот от них убежать и увернуться. Тише, 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 тише. Ты что ж на меня-то? Так, куда идти? А, вот справа вижу. Зашли. Так, здесь интересная комнатка. Нужно, ребят, добежать, не дотрагиваясь до лазера. Если вы до него дотронетесь, то дверь начнет закрываться. Поэтому старайтесь аккуратно это делать. А теперь бежим, 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 пока не закрылось. Успел. Замечательно. Если вы не успеете, возвращайтесь быстро назад. Опять включаете этот переключатель и пробуйте еще раз это сделать. Итак, ребята. Сейчас у нас новое задание. Это капец просто, да? Сколько всего нужно сделать, чтобы просто что-то ограбить. Высверливаем замок. Высверливаем второй замок. Вот так вот. Держим, 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 держим. Нажимаем. Отлично. И все. Так мы сломали сейф и теперь наконец-то можем зайти в хранилище. Но это, ребята, далеко еще не все. Мы только зашли в хранилище. Сейчас нам нужно, собственно, украсть ювелирные украшения. Непонятно, почему в казино ювелирные украшения. Это, по идее, должно быть в ювелирке. Кстати, в ювелирке тоже довольно-таки интересное задание. Я вам тоже их все покажу. Но, наверное, уже в следующем видео. Потому что они, как вы уже видите, довольно-таки длительные по прохождению. А я хочу вам показывать их полностью для того, чтобы вы видели, сколько времени это все занимает. Так, что здесь? Здесь нужно спускаться и собирать вот эти огромные просто... Ой, не забрал. Алмазики. Аккуратно не дотрагиваемся. Забираем. Все. Поднимаемся наверх. Один достали. И теперь, ребята, спускаемся заново. Так мы можем сделать 4 ходки и, соответственно, получить по 4 кристалла. Так что спускаемся опять вниз. И да, ребят, когда вы будете грабить ювелирку, там тоже есть еще интересная штуковина, которую я вам тоже обязательно расскажу. Но это уже будет в следующем видосике. Так, 8 из 9 было написано available, когда я его достал. Опять 9 из 9. Очень странно. И почему-то мне не дает собирать сразу. Может, я что-то не так делаю, потому что я... Вот смотрите, к следующему подлетаю, видите, а тут ничего не происходит. То есть я не могу загрузить сразу 2 почему-то. Это было бы намного быстрее, чем все время подниматься, опускаться, подниматься, опускаться. На это тоже уходит время. И в этой, конечно, игре сделали очень длительно эти все грабежи, что мне, ну, если честно, не нравится, потому что фармить стало проблематично в этой игре. Если на каждое будет уходить по 5 минут, то вы представьте, сколько вам понадобится времени, чтобы пофармить. То есть за час вы там, грубо говоря, не так уж и много сделаете каких ограблений. Так, ну что, я пытаюсь понять, куда мне дальше бежать. Судя по всему, мы можем уже убегать из хранилища. И вот здесь я видел лифт. Надеюсь, что он будет работать. Давайте проверим, подождем немножко. Лифт, работай, пожалуйста. И, кстати, ребят, я уже почти все выполнил задания, посмотрел, что и как делать, кроме... У меня пока не получается задание с кораблем. Оно очень сложное, и там желательно все-таки его делать не в одиночку, потому что там себя убивают. А он довольно-таки крутой, этот кораблик. Его так быстро не разбить. Ну что, ребята, давайте теперь быстро садимся в машину и едем, едем в нашу базу. В игре довольно-таки много багов. Очень часто у меня, когда я еду на машине, она как бы... Как вам сказать? Ну вот по звуку вы слышите, что она разгоняется, а потом вы поворачиваете, да, там приглушается. А потом на каком-то этапе она как бы зависает. Поэтому здесь я немножко поменял машину, потому что мне пришлось немножко здесь переиграть. Из-за того, что у меня пропала просто машина. Вот, поэтому пришлось другую брать. Ну, короче, что я вам хочу сказать. В игре еще много-много багов, лагов и так далее. Надеюсь, все это пофиксят. В целом, пока не могу сказать, что это круче. Мне вот как-то пока еще прошлая версия больше нравилась. Но интересное ограбление, довольно-таки длительное. Итак, ребят, что мы имеем? Мы имеем 12 тысяч, мы имеем 600 опыта за 6 минут 28 секунд. Это получается самое длинное ограбление, но 12 тысяч это неплохо. Поэтому если вы будете фармить денег, то можете пользоваться этим ограблением тоже. Но пока на этом все, ребята. Другие ограбления покажу вам уже в следующем ролике. Спасибо, что смотрели. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok